Открутил я 13 болтов, поддеваем головку, поддеваем прокладку и снимаем клапанную крышку. Вау, какое здесь все грязное! Вау! Очень все, все очень грязно! Какой ужас! Здесь получается постель общая, на два распредвала закрывается. Вот эти насосы, клапан будут мешать, поэтому мы их откручиваем и убираем. Головка на 12. Вот это все! Откручиваю. А, хотел еще показать. Вот что хотел показать. Этот топливный шланг, обрулевой вал, практически перетерся. Когда ставили, не прикрутили вот этот кронштейн. И шланг прижался. А теперь его надо менять. Скажу, будем заказывать. А когда уже заменим, не знаю. Вот так вот. Вот сейчас я его отодвинул. Вон, видно, как его натерло. Вот что значит не поставить один кронштейн. Ну, насос нам по-любому снимать. Ну, а здесь вот такое вот чудо-юдо. Открутил 4 болта на подачу. И так же открутил 3 болта крепления. Воза села. Кронштейн крепления тоже надо снимать. Он тоже тремя болтами крепится. Вот так вот. КПККККККККККККККККК Субтитры сделал DimaTorzok Забавно снимается без резинки, резинка остается Снимаем вот этот кронстый Добавляем И откручиваем крепление Добавляем 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Также сзади открутил два болта на 12. Один болт снялся, второй нет. И снимаем датчик положения распредвала. Вот такая вот штука. Ставить будем также вместе с этим болтом. Тоже все сидит на герметике. Берем головку на 19, на 17. Ключик на 24. Здесь есть шестигранник на распредвале. Ух ты, затянуто-то хорошо. Хорошо. Жестко затянуто. Ух ты! Продолжение следует... Продолжение следует... Не знаю, с каким здесь моментом крутили, но видели, какой монтажкой откручивал. Так, ну ладно, ослабили мы их, сейчас снимаем шкив коленвала и снимаем нижнюю крышку. Выставляем по меткам, скидываем ремешок и уже потом откручиваем верхние шкивы. Снимаем натяжитель генератора, здесь он вытаскивается вверх. Отводим генератор, чтобы нам снять вот этот верхний кронштейн. Здесь болт и вот здесь вот болт. Гайка, то есть болт, головка на 14. А сзади на 12. Откручиваем. Теперь до конца снимаем, выкручиваем болт шкива коленвала. Откручиваем. Укручиваем. Укручиваем. Пошёл. Все, шкив сняли Снимаем Вот этот Распорку Здесь Головка на 14 И откручиваем Головкой на 10 Крышку Крышку Санк strict Санкреди Головок 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 вот такая шайба она не проваливается поэтому ставится снаружи ну что снимаем этот кронштейн два болта головка на 14 все мы добрались до нашего ремня теперь выставляем метки находим где они у нас расположены накинул на место клапанную крышку вот метка на распредвале вот метка на крышке вот метка на распредвале метка на крышке также коленвал здесь стоит датчик положения коленвала и под ним находится вот на этом зубе здесь вот с торца точка вот она точечка там есть метка помимо метки там еще на самом шкиву есть стрелка здесь сейчас не видно я когда ремень сниму сбоку ее покажу а так чтобы ее увидеть надо снять датчик положения коленвала здесь хитро датчик расположен стоит вот он внутри и крышка которая у нас ремень ГРМ закрывает в ней внутри проходит сейчас я покажу разъем вот он сверху включается а вот он внутри проходит вот здесь провод и вот он разъем который одевается на датчик чтобы поменять датчик надо будет разобрать так что метки выставили вот он у нас натяжитель сейчас мы его сдавливаем он гидравлический и вот отверстие есть через это отверстие фиксируем его для того чтобы демонтировать его фиксируем его штифтом и уже сможем снять ролик хотя ролики мы снимать не будем мы оставляем это мы его ослабляем вот такая вот у меня осталась от натяжителя от ниссановского с новым натяжителем шла штучка берем головку на 14 одеваем ее на ролик и вдавливаем а не вдавливается просто ослабился помимо всего прочего здесь мало того что вот этот натяжитель еще и сам ролик имеет эксцентрик это у нас максимально натягивается потом эксцентриком выводится но когда будем устанавливать новый покажу сниму натяжитель целиком так и и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот натяжитель Сейчас его в тисках сдаем И насквозь Через вот это отверстие Зафиксируем его Субтитры сделал DimaTorzok